Праздник героев, гордости и славы Саров отметил День Победы. Наш город присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Светлое Христово Воскресение православные верующие отметили Пасху. Далее расскажем обо всем подробно. Великая Отечественная война изменила не только нашу страну, но и весь мир. Благодаря подвигу наших предков мы живем в мире и свободе, сохранили свою независимость, свою культуру и язык. Этот праздник – символ величайшего мужества и непоколебимой воли нашего народа. Для похождения торжественного марша вознаименований 70-х годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построен, командующий торжественным маршем, балконик-трепичникам. Каждый год 9 мая наш город, как и вся страна, с гордостью, со щемящей болью в душе и слезами на глазах встречает великую победу и вспоминает, какой ценой она нам досталась. Наш Саровский завод вошел в наркомат боеприпасов и начал выпуск корпусов для артиллерийских снарядов, а с 1943 года еще и корпусов для снарядов М-8 и М-13 – реактивных минометов «Катюша». Во время войны заводчане работали в две смены по 12 часов. Ушедших на войну мужчин заменили женщины и дети. За годы войны призвали 950 саровчан, из них более 30 женщин. Потери составили 527 человек. Подвиг наших предков навсегда останется примером мужества и патриотизма. И сегодня наши ребята на специальной военной операции показывают, что они достойны памяти своего поколения победителей, своих дедов и прадедов. Мы ждем их домой с победой. Россия Саров помнит и гордится своей историей. С праздником! С Днем Победы! Львиная доля наших земляков воевала в составе 137-й стрелковой Бобруйской ордена Суворова дивизии и 326-й стрелковой Рославльской краснознаменной дивизии. Более 100 саровчан были награждены правительственными наградами во время боевых действий. 54 из них посмертно. Дорогие ветераны, сегодня для России священный день. День славы и скорби. Великий день победы. 79 лет назад вся страна в едином порыве в один миг произнесла это долгожданное слово «победа». Пройдя тяжелейшие испытания, заплатив сумасшедшую, трагическую цену 27 миллионов жизней, страна выстояла, сокрушила фашизм и отстояла свою независимость и целостность. Дорогие товарищи, поздравляю с великим светлым праздником, с Днем Великой Победы! В параде, посвященному 79-й годовщине Великой Отечественной войны, прошли военнослужащие 94-й орденов Жукова Красной Звезды дивизии войск Национальной Гвардии Российской Федерации, сотрудники специального управления Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России, участники военно-патриотических клубов города, студенты медицинского колледжа и представители Союза детских организаций «Сияющие звезды». Продолжился парад возложением цветов возле Вечного Огня. День Победы – великий праздник для всей страны. Сегодня на площади города и у Вечного Огня собралось большое количество сыровчан. Давайте спросим у них, что для них значит праздник День Победы. Для нас это очень серьезный праздник. Мы гордимся подвигом наших дедов, прадедов. Вот я несу портрет своего деда Волкова Ильи Федоровича. Я очень ему благодарен за то, что он в свое время совершил не один подвиг и принял участие в Великой Отечественной войне. Вот для нас это серьезный праздник, со слезами на глазах, как говорится. Пока сегодня парад шел, я все время плакала, потому что вот этого нашего родственника, он не услышал слова Победы, не увидел. И его мать всю жизнь ждала до последнего вздоха, его ждала, ждала почтальона, что почтальон придет и принесет какую-то весточку. Но она не смогла дождаться, мама. И вот мы, племянницы, я их мама. Каждый год приходим и говорю ему, Ваня, смотри, смотри на День Победы. Для меня этот день значит очень многое. Я хочу, чтобы ни одна фашистская нога не ступала на нашу землю, и чтобы мои внуки росли в мире, в согласии и в доброте. Для нашей семьи это огромный праздник, праздник всех праздников. Это мои деды. К сожалению, оба погибли, оба в марте 45-го года, чуть-чуть не дошли до Победы. А здесь как? Мы не можем здесь не быть. Это наша хоть какая-то маленькая дань памяти, подвигу наших дедов, отцов, кто побег, кто завоевал нам свободу. День Победы для меня значит великий наш праздник. Кстати, не только наш, всего, можно сказать, мир. А это мой отец. Он 1908 года рождения. Родился в деревне тут, лежащей деревне Шахаева. А потом приехал в наш город. Но прежде чем приехать в наш город, он уже, значит, был демобилизован на фронт. Вот. Он был танкистом. Имеет два ордена Красного Знамени. Медаль за победу над Японией, за победу над Германией, за оборону Сталинграда. День Победы – это великий праздник. Я всегда думаю, что как мой отец воевал. У нас даже мы нашли в интернете битву, в которой он принимал участие. Представляете, вот этот... И я смотрела, просто плакала, когда я понимала, что в одном из танков едет мой отец. Но это величайший праздник, потому что у нас деды один участвовал, он после войны уже погиб. А этот во время войны в 43-м на миномете работал. Так что это память в первую очередь. День Победы – великий праздник всего нашего русского народа, победа над фашизмом. Над всем тем страхом, который людей тогда накрыл в связи с приходом к власти Германской фашистской республики страны. С кем сегодня идете? Это мой прадед Корнилов Александр Васильевич. Был призван в ряды советской армии. К сожалению, погиб на войне. Мы его помним, чтим и не забываем. Всегда 9 мая приходим на праздник День Победы. Спасибо всем тем, кто во время Великой Отечественной войны приближал победу над фашизмом. Участники тех событий, труженики тылы, ветераны, вы наши герои. С Днем Победы! С Днем Победы! К сожалению, с годами все меньше и меньше становится. Потому что даже дети войны уже всем им уже за 70. Уже скоро 80 будет в следующем году. Так что у нас сейчас где-то человек около сотни всего лишь. Когда мы их собираем, они довольны очень. Я считаю, что мы делаем для них хорошее дело. Семьи всех присутствующих так или иначе затронула война. С замиранием сердца и трепетом в душе ансамбль «Улыбка» исполнил для гостей песни о Великой Победе. По собственной инициативе и на свои средства ветераны ежегодно организуют праздник. Помогают и депутаты города. Огромное спасибо за тот труд, за то терпение, за то, что вам досталось, чтобы вытерпеть. Так или иначе, вы все последствия войны, по крайней мере, на себе ощутили гораздо сильнее, чем мое поколение и следующее поколение. И у меня большая вам просьба, подрастающему поколению, детям, внукам, кому можно рассказывать, насколько это было плохо, насколько это страшно, чтобы новые поколения делали выводы и жили в мире, и все были счастливы и здоровы. Ветераны не так часто выбираются на какие-то мероприятия, поэтому такой праздник – очередной повод увидеть знакомые лица, вспомнить прошлое и почтить память ушедших, благодаря которым удалось победить в той страшной войне. Поздравляю всех ветеранов города, всех без исключения, с великим праздником, нашим праздником и Днем Победы. Чтобы все помнили, победа – это все наша победа, наших родителей, наших прадедов. Так что я считаю, что мы заслужили этот праздник. Второй год подряд в детском саду номер 9 проходит парад малышковых войск. Он проводится в честь Дня Победы. В параде приняли участие ребята из детских садов 5, 6, 9, 46. На празднике дети пели, танцевали, рассказывали стихи, а после демонстрировали строевой шаг и военную подготовку. Парад малышковых войск в нашем городе организован в целях формирования основ гражданственности и патриотизма, воспитания и уважения к защитникам Отечества, сохранения памяти о героях Отечества, формирования гордости за их подвиги. Это очень важно, чтобы ребята знали историю нашей страны, чтобы они также гордились, чтобы они чтили традиции нашей страны, помнили ветеранов и помнили, какой ценой нам досталась эта победа. Для воспитанников детского сада парад малышковых войск – это не просто праздник. К этому дню они готовятся с особой ответственностью. 9 мая – это День Победы. В этот день закончилась война. Мне понравилось выступать, петь песни и маршировать. Мне очень понравилось читать стих, и мне вообще нравится праздник, День Победы. Это праздник для всех, и я горжусь своей страной. В завершении праздника всех участников парада наградили дипломами и сладкими подарками. Каждое дерево – память о погибшем в страшные времена Великой Отечественной войны. Зелёные памятники высаживают в рамках традиционной всероссийской акции «Сад памяти» по всей России, а также за рубежом. Саров не остаётся в стороне. В этом году участники облагораживали территорию около школы номер 13. Сегодня ветераны Саровской городской организации приняли участие в хорошей акции, называется «Сад памяти». Конечно, мы не могли остаться в стороне и принять участие в этом хорошем и благородном деле, ведь это и залог будущего нашего зелёного прекрасного города. Мы сажали сегодня деревья, чтобы как-то украсить нашу аллею перед школой. Мы помогали людям сажать, чтобы как раз себе украсить эту аллею. В акции по посадке деревьев участвовали волонтёры Победы, школьники, ветераны, военнослужащие и инициативные горожане. В этом году на аллее посадили клёны, черёмуху, а также декоративно цветущие и лиственные кустарники, спирею и пузырь плодник. Зелёные насаждения – не только дань памяти героям войны, но и вклад в восстановление и сохранение благополучного экологического фона. После посадки за деревьями и кустарниками будут ухаживать. «Дальше подрядная организация, которая содержит данный бульвар, будет осуществлять полив, прополку. В прошлом году в рамках данной акции мы высаживали кустарник на улице, на проспекте Октябрьском». Благодаря акции «Аллея перед школой номер 13» станет ещё зеленее и красивее. На базе Центра внешкольной работы в рамках проекта «Недетская помощь для Победы» ребята вместе со взрослыми помогают фронту. Притут маскировочные сети для военнослужащих СВО. На средства гранта закупили необходимые материалы и оборудование. В клубах мечта, восход и здоровье, работа мастерских кипит вовсю. У нас была встреча с военнослужащими, которые пришли как раз с фронта. Они проводили беседу с нашими подростками. Мы им тоже всё рассказывали про проект, показывали наши ткани. Они оценили, сказали, что действительно очень нужны маскировочные сети и они спасают жизни. Но на самом деле маскировочные сети – это расходный такой материал. То есть, как бы мы их ни сплели, военнослужащие уже на месте их будут корректировать под своё место. Самое сложное в изготовлении маскировочных сетей – подготовительный этап. Сеть нужно разрезать определённым образом на кусочки нужного размера. Потом оплести шнуром и привязать ниткой. Так сеть, которая называется «Дель», подготавливают к дальнейшей работе. Чтобы было чем оплетать сети, нужно нарезать ткань на одинаковые лоскутки. Это тоже определённая техника. Я резала ткань на то, чтобы её вплетали в сетку. Только это компло, да? Да. Насколько это сложно? Это довольно легко, это справятся даже подростки, дети и взрослые. С помощью этих сеток бойцы будут скрываться от противников или защищаться от них. Это довольно-таки может спасти им жизнь или помочь в разведке. Следующий шаг – оплетение маскировочных сетей тканью. Вся работа занимает примерно полтора-два часа. Педагоги центра внешкольной работы помогают ребятам, показывают, как сделать правильно, рассказывают о важности такой работы, которая спасает жизни людей. Надо было вставлять ткань, которая сливается с землёй, с травой, пропускать её в сетку и завязывать снизу узлы. Чтобы помочь военнослужащим, чтобы их, например, не обнаружили, помогли, спасли им жизнь. В клуб по месту жительства прийти и помочь фронту может любой желающий. Маскировочные сети плетут также волонтёры творческого объединения своим. С наступлением огородного сезона добровольцев не хватает. А с передовой продолжают поступать многочисленные просьбы. Бойцы ждут маскировочные сети. На фронте они крайне необходимы. Прийти помочь можно в волонтёрский центр по адресу улица Пушкина, 24А. Узнать дополнительную информацию можно на информационных ресурсах творческого объединения своим и центра внешкольной работы. Пасха – это время, когда каждый может ощутить связь с традициями прошлого, принести в свою жизнь что-то новое и хорошее, проявить заботу и любовь к ближнему. В этот день собираются все верующие в церквях, чтобы отметить великое событие. С верой в лучшее, мир и благополучие. В этот день верующие вспоминают о воскресении Иисуса Христа, которое произошло после того, как его распяли на Голгофе за грехи всех людей. Это событие стало центром всей библейской истории и основой христианской веры. Возле храма царственных страстотерпцев собралось большое количество людей. Многие приходили целыми семьями. Мы каждый год приходим всей семьей. Основной младший сын постоянно ходит. Нам нравится этот праздник. Уже в четверг муж, он и поясничал в этом году. Уже не первый год поясничает. Я пока до этого не дошла. К традициям относятся с уважением. Чисто четверг красил яйца. Дома убрались, как обычно. Ждем, наверное, в первую очередь. Во-первых, это и семью объединяет. Традиции продолжаются. Передаем следующему поколению. Чтобы встретить новое Рождество Христово. И чтобы наше рождение будет. Так мы старались, постились. А теперь наш итог. Вместе с Христом встретить Христа. Пока для меня это что-то маленькое новое. Стараюсь. Жена здесь. Хочу тоже. В главный христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа, верующие прошли со свечами вокруг храма. А после крестного хода все отправились на праздничную службу. Заниматься бальными танцами, путешествовать, проводить кулинарные курсы, пользоваться популярностью у противоположного пола или работать в крупнейших фирмах страны и мира. В современном обществе все это доступно для людей с ОВЗ. Ограничения лишь в нашем сознании. Сейчас практически в каждом крупном и малом городе страны есть инклюзивные проекты, куда может прийти человек с протезами или на коляске, или с ментальными формами инвалидности. И быть принят как равный. Для того, чтобы развиваться, осваивать новые навыки и занять свое полноценное место в обществе. В рамках межрегионального фестиваля инклюзивного творчества «В ритме равных» Алексей рассказал слушателям о федеральных инклюзивных проектах, направлениях развития в городе. Эксперт на собственном примере показывает, что несмотря на потерю обеих рук, можно продолжать вести активную социальную жизнь, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, приносить пользу государству. Нарушение слуха, отсутствие зрения. Многие перемещаются на колясках. И это не мешает им достигать своей мечты. Кто-то садится за рулем машины с ручным управлением. Кто-то выигрывает огромный грант и делает свой большой инклюзивный фестиваль. А кто-то создает рабочие места для людей с инвалидностью в своем городе. Все вместе мы меняем страну и наше общество к лучшему. Людей с ОВЗ можно условно разделить на две группы – с врожденной инвалидностью и приобретенной. Первым приходится сложнее всего. Алексей Транцев в нашем городе впервые. Перед выступлением он немного ознакомился с инклюзивным движением в Сарове. По его словам, он вдохновлен тем, что здесь активно развивается данное направление. А значит, люди с инвалидностью от мала до велика могут найти поддержку и развитие. Проект «Маркетплейс» в нашем городе проходит во второй раз. В прошлом году в нем приняло участие более 1600 нижегородских предпринимателей. 300 из них бесплатно получили, готовые к работе интернет-магазины. Онлайн-платформы – это востребованные площадки на сегодняшний день для розничной торговли. Только за прошлый год покупки на «Маркетплейсах» выросли на 60%. И для нас очень важно, чтобы наши предприниматели развивались в данном сегменте и получали актуальные меры поддержки. В этом году обучение для предпринимателей пройдет онлайн. Это даст возможность участвовать бизнесменам из самых отдаленных уголков Нижегородской области. На обучении участники разберут правовые аспекты ведения деятельности на «Маркетплейсах», формирование карточки товара, работа со складами и документооборотом, продвижение товара на «Маркетплейсах». Все участники, завершившие курс и успешно прошедшие онлайн-тест получат право участвовать в конкурсном отборе на бесплатные интернет-магазины на таких площадках, как «Озон», «Вайлберест», «Яндекс.Маркет» и «Ярмарка мастеров». Зарегистрироваться на проект «Маркетплейс» можно на портале «Мой бизнес». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малые и средние предпринимательства». Итоги конкурса подведут в сентябре. Производство строительных материалов Нижегородской области набирает обороты. В первом квартале 2024 года объемы продукции увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации Минпрома Нижегородской области, рост выпуска стройматериалов был во многом связан с увеличением госзаказа. Одновременно ряд предприятий и отрасли сообщают о росте потребностей в работниках. Для решения кадрового вопроса нижегородские производители стройматериалов в том числе планируют привлекать работников из других регионов страны. В ближайшие месяцы специалисты ожидают высокую активность в строительстве индивидуального жилья. Соответственно, продажи материалов тоже должны увеличиться. О тенденциях в сфере производства строительных материалов в регионах Поволжья можно узнать в докладе Банка России «Региональная экономика. Комментарии ГУ». Он представляет собой обзор экономических тенденций в разрезе регионов страны. Для подготовки доклада используются данные опросов около 15 тысяч нефинансовых предприятий. Опросы проводятся регулярно. Данные доклада рассматриваются в процессе подготовки к принятию решения по ключевой ставке. По данным Банка России, годовая инфляция в Нижегородской области в марте 2024 года практически не изменилась и составила 6,7%. Показатель прироста цен в регионе остается ниже общероссийского – 7,7%. Увеличились импорт апельсинов и бананов, местное производство тепличных помидоров, расширилось предложение куриных яиц, помогли обнуление ввозной пошлины и соглашение о стабилизации стоимости между властями и бизнесом в ряде регионов-поставщиков. В итоге цены на эти продукты в годовом выражении в марте росли медленнее, чем в феврале. В то же время быстрее дорожали полеты в эконом-классе самолетов. Это связано с тем, что Нижегородская область – популярное туристическое направление. Более 130 самозанятых нашего города приняло участие в проекте «Займись делом». В Сарове мероприятие проходит ежегодно. Участники узнают о комплексной программе, которая позволяет изучить особенности введения деятельности. Проект реализуется Министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона совместно с Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области и Союзом торгово-промышленной палаты области. Спикеры и сопровождение полностью нам оказывает торгово-промышленная палата. Мы очень ценим наше сотрудничество. И особенно ценно, что этот проект у нас реализовывается уже каждый год с 2020 года. Уже достаточно много самозанятых нашего Сарова приняли в этом проекте участие. В этом году проект пройдет в два этапа. Участники смогут познакомиться с сервисами платформы mcp.rf. Пройдут обучающий онлайн-курс, на котором разберут основы бухгалтерского учета, оформление налоговой документации и сертификацию продукции. А также смогут принять участие в бизнес-игре, на которой специалисты центра «Мой бизнес» помогут подготовить план своего проекта. Призы максимально полезны. Финансовая поддержка в данном случае не выделяется. А выделяется непосредственно помощь в продвижении своей продукции и услуг, в создании личного бренда, подготовке портфолио, выходе, если необходимо, на маркетплейсы, развитие онлайн. Поддержка максимально обширная и непосредственно подбирается каждому проекту победителю. Стать участником проекта «Займись делом» может любой самозанятый. Подать заявку можно до 12 июня в Центре поддержки предпринимательства. Более подробные информации по телефону 992-64. Проект «Все начинается семьи» задумывался сотрудниками Музея народной игрушки давно. Его цель – рассказать о талантливых семьях, показать взаимосвязь поколений. Выставочный проект представляет вторую семейную историю дочки-матери. На ней представлены работы семьи Пикулевых – мамы и дочки. Мои вязаные игрушки и работы моей дочери, Марии, они совсем разные. Надо сказать, что мои дочери вязать умеют, но не очень любят. Помнится, когда Маша была маленькая, лет шести, она пришла, попросила научить ее вязать. Я показала ей, как вязать простейшие какие-то петли крючком, а она сказала, о попросе ничего нет. Дочка Марии пока не вяжет, но зато любит рисовать. На выставке представлены ее графические работы в технике коллажа и акварельными маркерами. Мария в этом году заканчивает школу, собирается стать журналистом, посещает объединение «Летошка», пишет прозу. Поэтому многие ее работы связаны с заметками, писательской деятельностью. Также девушка увлекается корейской поп-культурой, японской музыкой. И это тоже отражается в ее творчестве. Интересно посмотреть, как совершенно разные наши с ней работы, тем не менее, сосуществуя в этой экспозиции, они как-то взаимодействуют. И все равно какая-то связь наша с ней, эстетическая, семейная, духовная, она присутствует. И мне кажется, это очень хорошо удалось сотрудникам музея отобразить в этой небольшой скромной экспозиции. Выставка творческих работ семьи Пикулевых «Дочки-матери» в рамках выставочного проекта «Все начинается в семье» продлится до 29 июня. Также Музей народной игрушки приглашает царовчан посмотреть экспозицию со светлым днем Пасхи, на котором представлены народные и авторские куклы, роспись по дереву, композиции из глины, пасхальные открытки, без возрастных ограничений. Окунуться в мир рока, авантюр и веселья приглашают организаторы обновленного пират-феста. В этом году рамки фестиваля расширят. Он пройдет на площадке детского оздоровительного лагеря «Березка» с 16 по 20 мая. Мы решили, что этот фестиваль должен быть представлен фактически всеми направлениями музыки и поделили на несколько условных блоков. Это не значит, что это будет именно блок первый, блок второй, блок третий, а группы масштабов. На фестивале соберутся легендарные российские артисты. Хедлайнерами станут московские группы «Колевала», «Потому что плаксы» и «Силаут» из Рязани. Также на сцене можно будет увидеть группы из Нижнего Новгорода, Иванова, Сарова, Арзамаса, Кулебак. В ночь с пятницы на субботу будет выступать группа из Шатков, называется она «Инблэк». Очень классные профессиональные ребята. У нас на фестивале будет программа, посвященная Михаилу Горшеневу. Это будет полуторачасовое исполнение его известных песен. И вторая кавер-группа – это кавер-группа «Моцарт». Они из Кирова играют, соответственно, тоже всем известные нетленные хиты. Для маленьких зрителей организаторы подготовили особую программу – детский трюм-шоу аниматоров. Веселые активности и мастер-классы – от кузницы до тира и потешных боев. Будет не скучно. Иногда со сцены будут производиться конкурсы. Также будут ведущие, которые не дадут вам соскучиться. Они также будут проводить вам конкурсы, шутить. Где-то даже по стендапе, если будут заминки. Это очень важно. И я думаю, что это вам должно понравиться. На протяжении четырех дней все зрители смогут насладиться интерактивной программой, ярмаркой оцаровских и областных предпринимателей, а также принять участие в спортивных соревнованиях и сфотографироваться на фоне пиратской атрибутики. Более подробной информации по телефону 64137 или в группе ВКонтакте «Пиратфест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова